В прямом эфире ток-шоу «Народный вердикт» в студии Денис Семененко. Добрый вечер. Тема нашей сегодняшней программы – угнанный кредит. До 18 марта 2014 года более 8 тысяч крымчан заключили с украинскими компаниями договоры финансового лизинга автомобилей. Это форма долгосрочного кредитования, при которой лизинговая компания передает заемщику автомобиль во временное пользование до полного погашения кредита. И лишь после этого автолюбитель становится собственником машины. До сих пор не решена проблема с переоформлением документов на автомобили, взятые под оговором лизинга. Еще при Украине уже полтора года автомобилисты бьются над решением этой задачи. Теперь ситуация осложнилась тем, что владельцы лизинговых авто не находят своих машин там, где их оставили. С Украины стали приезжать люди, представители банков, которые попросту забирают машины. Как защитить свой автомобиль от такого угона? Когда решится вопрос на законодательном уровне? Куда обращаться в подобных случаях? И нужно ли возвращать долги на Украину по договору автолизинга? Ответить на эти вопросы нам помогут наши гости. Итак, у нас в студии. Игорь Казаков. Председатель общественного совета при Министерстве внутренних дел по Республике Крым. Виктория Жуковская. Правозащитник. Координатор проектов Крымской Республиканской общественной организации «Правозащитный комитет. Дело чести». Руководитель общественной инициативы «Судьи Крыма». Артем Шубин. Адвокат. Председатель правления КРО «Правозащитный комитет. Дело чести». Наталья Поклад. Адвокат Российской Федерации. Член Международного союза адвокатов. Денис Суховенко. Руководитель общественной инициативы «Крымский лизинг» по городу Севастополю. Это наши гости. Также на студии присутствует Владимир Ткаченко. Это руководитель общественной инициативы «Автомобильный украинский лизинг. Крымчан. Проблемы постановки на учет». Здравствуйте. Также я приветствую нашу аудиторию и наших телезрителей, которые смогут звонить нам в студию по телефону 6207-63 прямо сейчас и задавать вопросы нашим гостям. Также я напоминаю, что в наших социальных сетях Facebook и ВКонтакте действует группа, в которых вы можете задавать вопросы и высказывать свое мнение. А также участвуйте в нашем интерактивном голосовании. Вопрос интерактивного голосования прошу показать на экране. Итак, звучит он следующим образом. Что крымчанам делать с украинскими машинами? Если вы считаете, что признать собственности крымчан, звоните по телефону 54-37-71. Если считаете, что арестовать до принятия соответствующих законов, набирайте 54-37-72. Если считаете, что их необходимо вернуть на Украину, набирайте 54-37-73. Ну а перед обсуждением темы я предлагаю посмотреть сюжет, подготовленный нашими журналистами на тему автолизинга. Крым стал российским. Все жители полуострова получили новые документы, переоформили автомобили. Не могут сделать этого те, кто брал машину по договору лизинга. Павел Федоров взял свое авто еще в 2008 году через Укргазбанк. Платил исправно до тех пор, пока банк не закрыл в Крыму свои филиалы. Как дальше выплачивать, в известность не поставили. Мужчина и подумать не мог, с какими проблемами придется столкнуться в дальнейшем. Уже год он занимается переоформлением документов, но ничего не выходит. В ГИБДД выдают бумаги, в которых значится арест автомобиля на территории Украины. И получаю отказ. Куда не обращаюсь, гоняют по кругу. Куда вы уже обращались? Обращался к юристам, обращался в суд. На данный момент все стоит на месте. Отправляются с одной организации в другую. А ГИСа уже не существует, который был при Украине. В данной организации, которая не является правоприемником, арестов у меня по российскому законодательству никаких нет. Оформить на сегодняшний день автомобиль не могу. Теперь Павел узнал, что его машина на Украине числится угнанной, а значит объявлена в розыск. Это стало для него полнейшим сюрпризом. Одновременно в СМИ стала все чаще мелькать информация, что с Украины приезжают так называемые доверенные лица компании с дубликатами документов на машину и ключи, и попросту забирают автомобиль. Причем иногда даже не ставя в известность владельца. Павел считает подобные действия полностью незаконными. Организация, которая накладывала арест, ограничения на автомобиль, уже не существует на территории Крыма, из которой я могу принести документ или каким-то образом снять этот арест. То есть что делать, я не понимаю. Крымчанин Леонид Скачко брал машину в 2007-м. В салоне под кредит приватбанка. Полностью выплатил за нее, а теперь столкнулся с неразрешимой проблемой. Перерегистрировать ее невозможно. Мне выдали обратно у окошка вот такую бумажечку, сказали, а вы не рассчитались по Украине. В смысле то, что у меня, как говорится, автомобиль под арестом находится. На каком основании, я не знаю. Я обращался еще в арбитражный суд, я никаких результатов не получил. Ну и сейчас, естественно, что мне, говорится, пришлось идти в правозащитный комитет, вот просить помощи у них, чтобы как-то воздействовать на эту ситуацию и зарегистрироваться в этом. Уже полтора года мужчина не может переоформить документы на автомобиль. Без присмотра машину не оставляет. После информации об угонах автомобилей, взятых в лизинг еще при Украине, боится, что попросту не найдет ее на месте. Если бы было случай, то, что просто угоняют на Украину, и потом нет возврата. Пока у меня машина не зарегистрирована по российскому законодательству, не будет регистрированы российские номера, я не смогу открыто так пользоваться своим транспортом. Людям, которые столкнулись с подобной проблемой, а таких в республике порядка 8 тысяч, не помогли ни обращения в ГИБДД, ни в суд. Все надеются, что проблема будет урегулирована законодательно. Вот такая ситуация. Собственно, мы от телеканала отправляли запрос в управление ГИБДД Крыма две недели назад, однако ответа нам так и не пришло. И у меня вопрос, Игорь Александрович, к вам. Скажите, может быть, правоохранители не совсем понимают, что необходимо делать в таких ситуациях? Может быть, нет нужного разъяснения на законодательном уровне? Вообще разъяснение такое есть. Это постановление 399-е, по которому должны управления ГИБДД действовать. И нужно сказать, что МВД и ГИБДД – это вообще исполнительные органы, они действуют на основании тех законов, постановлений правительства, которые у них есть на руках. Мне не совсем понятно сейчас в данной ситуации мотивировка отказов или проволочек каких-то по регистрации данных автомобилей. поскольку общественный совет у нас создан был не так давно, мы еще не все, может быть, проблемы крымчан изучили, которые существуют у них. В данном случае и ваша передача, и этот разговор будет, очевидно, направлен на то, чтобы эту проблему и поднять, и мы ее изучим, и, естественно, будем реагировать соответственно. Сейчас попытаемся разобраться в этом конкретном случае о том, что приезжают с Украины некие люди и забирают автомобили, объявляя их даже в розыск. Артем Михайлович, почему происходят такие ситуации, и куда людям обращаться, они не знают, что делать? Да, мы обращаемся к вам в народный вердикт. Как вы знаете, только если ситуация достаточно кризисная, когда есть определенные случаи угона машин, и когда нельзя этот вопрос каким-то образом решить, кроме как обращением как общественности к властям или в другие организации. Значит, как вы знаете, год назад Владимир Владимирович на прямой линии 16 апреля сказал Денису, который у нас здесь присутствует, разрешил ему кататься на лизинговой машине. Значит, я хочу немного просвещая, поздравить Дениса, номера он получил. Давайте вспомним, как это было, у нас есть видео. Давайте вспомним. Спасибо, Денис. Расскажите немного, коротко свою историю. До того, как вы обратились к президенту с вопросом, что произошло? Вы взяли в автолизинге автомобиль, в автолизинг. Ну, собственно, все происходило, как и у всех крымчан, пользуясь на то время моментом взятия машины в лизинг. Все знают, что приват давал без проблем транспорт, без предоставления каких-либо справок о доходах и так далее, и так подобное. И транспорт без проблем брался при первом взносе в 30% и, пожалуйста, катались. Но сейчас мы столкнулись с другой ситуацией, которая немножечко... Ну, после проведения референдума, что потом произошло? Приватбанк, как мы знаем, ушел с полуострова. Я так понимаю, вам стали приходить письма о том, что вы должны погасить лизинг. Немножечко неверная информация. Приватбанк на самом деле ни у кого ничего не требует. И писем не было. Есть лизинг, Порше лизинг, еще лизинговые компании, которые пытаются как-то истребовать свои деньги за транспорт, изымают транспорт, я об этом тоже знаю. Приват, собственно, никак не действует, не реагирует. Почему? Потому что мы толком-то и сделать ничего не можем. Я хотел бы немножечко довести до сведения крымчан. Вот я попрошу оператора большим планом взять те документы, которые выдавал Приватбанк. Я обвел печати, да, это печати Фоксимиле. То есть у крымчан лизинга-держателей приватбанковских машин есть вот такие вот документы, где на них поставлена фоксимильная печать, которая по закону Гражданского кодекса Украины 307, часть 2, действительно. Таким образом, Приват давал документы. Вот с чем мы сейчас столкнулись? Есть печать Фоксимиле, тем самым нам ГАИ отказывает в принятии документов на регистрацию транспорта. Вот мне немножечко повезло, да, так получилось, что у меня на одном документе нет этой печати, а на втором есть мокрая печать. Но разнятся они в чем? Есть печать Астапривата и Приватбанк, это два разных юрлица, но нашли общий язык с сотрудниками ГИБДД, Москва подтвердила, и я тем самым получил номера. Вот. И хочу обратиться к крымчанам, у кого есть такие документы. Не ждите ответов на форумах, не ходите к решалам, берите свои документы и идите в ГАИ. Если вам отказывают в окошках, идите напрямую к начальнику ГИБДД. Севастополь уже начал принимать документы на перерегистрацию транспортных средств, которые находятся в лизинге. Ялта, Симферополь, конечно, Джанкой еще не принимают документы, но они над этим работают, и я надеюсь, что и после этого эфира еще быстрее начнется процесс. Денис, вот скажите, вот все-таки в продолжении разговора, я так понимаю, если Приватбанк не требовал возврата долга с вашей стороны, тогда катались бы действительно на здоровье. В чем тогда возникла проблема? Вы понимаете, проблема в том, что по закону Российской Федерации мы не имеем права на этом транспорте работать. То есть можно ездить, можно кататься. Работать мы не имеем права. То есть вы работаете на своем автомобиле? Я занимаюсь индивидуальный предприниматель и занимаюсь перевозками. То есть я не имею права на машине странного государства заниматься перевозками. Второй момент. Если по российскому законодательству машина резидент, то страховой полис будет стоить мне от 2,5 до 3 тысяч рублей. Если машина не резидент, то страховой полис будет стоить от 18 до 22 тысяч рублей. В зависимости от объема двигателя. И третий момент это то, что машины наши изымают. И мы не можем подать даже в розыск. На самом деле. Вот сейчас есть у меня российский номер. Я могу уже подать в розыск, потому что я являюсь не собственником, я являюсь владельцем. Насколько я понимаю, вы пройдя этот долгий путь и даже возглавили общественную организацию. Правильно? Да. Решили помогать другим людям. Инициативную группу по защите владельцев проблемного транспорта «Крымчан», созданную под эгидой Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» города Севастополя. Ну и также являюсь членом правозащитного комитета дела чести после того, как, собственно, и началась вся эта проблема с транспортом. Виктория Александровна, вопрос к вам. С какими банками возникают действительно такие проблемные ситуации и эти банки, собственно, обращаются в суд для конфискации автомобилей, которые не выплачены по кредиту? Да. Есть проблема автомобилей лизинговые, то есть более завуалированная форма кредита. И есть проблема, которая возникла. Это автомобили, которые были в кредите. Либо были и были выплачены давно, да, но каким-то образом арест, не арест, а какие-то данные не сняты. Либо остались в кредите, но невозможно платить пока, да, по таким моментам. В итоге постоянно отказы. Иногда они в ГИБДД. Иногда они очень смешные. Вы не поверите, Денис, но у нас в Крыму, мне кажется, что ГИБДД относится абсолютно к другой организации. Вот смотрите, официальный сайт госавтоинспекции города Севастополя, где четко прописано, что автомототранспортные средства на производство регистрационных действий, с которыми ранее были наложены ограничения, связанные с наложены различными кредитными организациями Украины, регистрируются на общих основаниях без предоставления документов о снятии погашенных задолженностей. Это официальный сайт ГИБДД и новости города Севастополя. Вот, пожалуйста, ответы ГИБДД Министерства внутренних дел по Крыму. Например, вот этот Павел Федоров, это тоже член нашего правозащитного комитета, он обратился к нам за помощью. Таких людей много. Мы целый год систематизировали информацию. Ему выдают вот такую бумажечку «Результаты звирнения по всех базах на АМТ». Якусь Украинскую, «Хонда Аккорд». И вот тут пишется, что у вас на нее арест Киевского ВДВС. Значит, Управление Федеральной службы судебных приставов Киевского района пишет, что никаких арестов нет. И что все базы, вот они отвечают, дополнительно сообщаем, что в настоящее время предоставить информацию о действиях, проводимых сотрудниками Киевского АГИС СГУ Украины, Украинского министерства юстиции, не представляется возможным в связи с тем, что Единый государственный реестр исполнительных производств был отключен в одностороннем порядке Министерством юстиции Украины. И сведения об архивных исполнительных производствах отсутствуют. В итоге эту бумажку ГИБДД опять не принимает и посылает, говорит, мы вас посылали не к приставам, а идите в киевский ВДВС. Ну это смешно, понимаете? Либо люди живут еще вчерашним днем. Второй момент. Вот ответ скачку тоже был. Мы не можем вас зарегистрировать, потому что в базе на ИС ДГИ МВД Украина под подпись Можар, пожалуйста, находится арест по госавтоинспекции. Вот у них большой список, им лень даже было напечатать ему отдельно его машину. Они просто из списка подчеркнули. В итоге он пишет запрос, объясняет, объясните мне, на каком основании вы пользуетесь украинскими базами. Ему пишут, Леонид Евгеньевич, ваш, вот, пожалуйста, опять Можар, подпись, скачко МВД, ваш автомобиль мы не можем зарегистрировать, он в аресте, а вот тут дополнительно сообщаю, что на ИС ДГИ МВД Украины используется подразделение госавтоинспекции республики, не используется в подразделениях со вступлением в силу Федерального Конституционного Закона Российской Федерации о присоединении Крыма. Вот, тот же человек, Можар, пожалуйста, вывод, пишут одно, основание, почему не регистрируют, отвечают, мы не используем, но в итоге я взяла доверенность от скачко, я целый год уже от него обращаюсь во все эти, во все суды и получаю вот таких отписок, уже две папки. И третий момент, пожалуйста, у меня есть еще один наш активист, Повальчук Юрий, он здесь, он сам может ответить, та же история, только центральный АГИС, и он уже год ничего не может делать. Давайте дадим слово. Пожалуйста. Добрый вечер. Да, действительно, это так. Я брал потребительский кредит, добросовестно платил, мне не хватило буквально месяца, чтобы закончить и снять арест по Украине. Прошел референдум, и получилась данная ситуация. Когда я столкнулся с моментом, чтобы зарегистрировать автомобиль, мне отказали, хотя изначально даже была резолюция, вот Виктория, наверное, взяла резолюцию даже оформить. Но в последний момент начальник Браева сказал отказать, потому что, потому что, потому что. Есть ряд каких-то проволочек. Куда я только не ходил, мне отвечали отказом. Я обратился в центральном районе к судебным приставам с просьбой дать мне документ, что по российскому полю никакого дела производства не существует. Мне это дали, что действительно никому ничего не должен. И тем не менее, все равно. С этим же документом пришел в ГАИ, и мне опять отказали. Я долго пытался без оснований, безо всяких. Я долго пытался пробиться к начальнику ГАИ, но это невозможно. Мы с Викторией долго ждали приемного дня, это 9 июня, по-моему, да, Виктория? Общественный прием нас не меняет. Нас просто не меняет. Я закончу. И что самое интересное, я обратился к нему письменно через заказное письмо, и он согласно законодательству ответил мне в письменной форме. У Виктории есть этот ответ. Через 30 дней? Через 30 дней, да. Как положено. У Виктории есть ответ, где явно звучит, что они пользуются украинской базой. И, мало того, вы знаете, я еще и потерял на этом. Я взял задаток у человека, который устроил новый автомобиль, который мне понравилась цена. Мы долго с Викторией сражались. В итоге я вернул задаток. Спасибо. Наталья Николаевна, вы как адвокат сталкиваетесь с подобными ситуациями? Я сталкиваюсь с этой ситуацией, начиная с 2014 года, именно с июля 2014 года. Скажу сразу, что вы должны определиться, чего вы хотите. Вы хотите владеть или быть собственником. И от того, какое вы примете решение, тогда вы выбираете правильную позицию правовую. И вот здесь, как было замечено, крупным планом, также хочу, чтобы показали, вот это указанное постановление 399, о котором говорил коллега, оно очень интересное. Почему? Потому что, вот чтобы вы понимали, право собственности это владеть, пользоваться и распоряжаться. Вот последний абзац. Вот, видите? А вот это все владеть. То бишь, когда вы просто придете, не знаю, чего вы хотите, но все-таки, я думаю, в ваших интересах это быть собственником. И вот, когда вы приходите в наше, так сказать, уважаемое управление ГИБДД, вам говорят, да, без вопросов. Да, мы вас сейчас, мы проведем, теперь внимательно слушайте слова, мы проведем регистрационные действия. Это что означает? Это означает замена регистрационных документов и замена государственных регистрационных знаков. Все. Техпаспорт это не удается. В Российской Федерации собственник подтверждается право собственности, подтверждается паспортам на транспортное средство. И вот здесь возникает очень много вопросов. Я вам сразу скажу, переписываться можно годами, но у меня, начиная с 2014 года, более сотни, вот как Денис, получили право собственности паспорта. это все только зависит от того, как вы начнете действовать. Первое, вы в суд не бежите. Первое, есть диалог с органами. Не знаю, как вы говорите, что вы не можете попасть к управлению, я захожу без очереди в любой день. Ну, я захожу без очереди в любой день к начальнику, когда он на месте. Просто нужно правильно выстроить... Очередей нет. Очередя есть. Просто адвокат, судья и прокурор, мы на работе, мы заходим без очередей. Я хотел бы добавить к выступлению коллеги, я часто общаюсь с руководителями подразделений, и все они и говорят, и действуют в том ключе, что они открыты для людей, у них двери открыты. Другое дело, что они не всегда бывают, конечно, на месте, потому что у них очень много работаем. Поэтому мой бы совет прислушаться к такому совету и к такому алгоритму действий, чтобы избежать возможных таких неприятностей. Игорь Александрович, еще один такой момент я хотел добавить. Здесь, скажем так, ну, очевидно, что проблема существует. Очевидно, что проблема существует и в понимании законов, в их применении, и эта проблема комплексная. Поэтому, наверное, меня поддержат, что и постановление, и выдача документов осуществляется на пять лет. Для того, чтобы, скорее всего, за это время и усовершенствовать все вопросы и снять все вопросы вот именно с такими автомобилями. Ну, я так понимаю, что до 2018 года, да, у них есть возможность до 1 января 2018 года. Но здесь, чтобы вы, вот вы говорите, это не может быть, может. Кто первый задумался над этим вопросом, ранее существовало постановление, вот это правительственное Российской Федерации, подписано медведем, постановление 399. С 9 июля 2014 года подписано Константиновым, наше, и оно было более мягким. Здесь есть очень важная фраза регистрация транспортного средства с выдачей паспорта. Но оно в декабре 2014 года утратило силу. Почему вы до сих пор ждете, почему люди тут 1 января 2018 года? Утратило силу, да. Выберите собственник или владелец. Я изначально озвучил, что я хочу быть собственником. Это раз. А вот то, что вы говорите, что легко попасть, мы вместе с Викторией пытались попасть очень долго. И мы действительно не смогли попасть. В какой кабинет вы пытались попасть? К начальнику, ГАИ, Борисенко. Это когда проходил официальный общественный прием. Вы понимаете? Общественный приемный два раза по записи. Но я не знаю, как вы записываетесь и попадая. Я знаю, начиная с 106-го Сергея Николаевича. Но я как адвокат действую всегда в рамках законов. У нас нет личных связей, у нас просто много людей. Вы смотрите, у меня также нет личных. Я просто всегда диалог и законным способом решать. Я по кругу не советую ходить, а ходить по диагонали. Но при правильной правовой позиции. Теперь тонкость. Если вы хотите быть владельцем, собственником, без вопросов, вы выберете путь теперь собственником, диалог с ГИБДД или судебном порядке. Но вы, насколько понимаем, ваш судебный процесс. У вас есть решение или как? Вы пока досуде. Когда вы начали решать этот вопрос? Полгода уже. Полгода. Замечательно. Вы получили письменный отказ? Да. Вы с ним есть ли? Смотрите, если ваш правозащитник или представитель ваших интересов не согласен, значит, он вам может рекомендовать выбрать два пути признания права собственности. или же снова вот эта переписка либо в судебном порядке. Признавать право собственности и обязывать ГИБДД провести регистрационные действия с выдачей паспорта. Вы знаете, я неоднократно консультировался с адвокатурой и мне сказали, что нет еще прецедентов у нас в Крыму. Создайте сами прецедент и поверьте, поживайте. Есть уже автомобилист, который собственно получил паспорт по автомобилю? Вот у меня есть очень много счастливых обладателей, но здесь только договор лизинга, вот я плюсую и по доверенности. Но финансовый лизинг это у вас лизинг. Я хочу вам сказать, мы в шестером в Севастополе наняли адвоката. Адвокат занимается непосредственно признанием права собственности на транспорт. Любыми способами приходит представитель ГИБДД, юрист, любыми способами перетягивает, переносит процесс суда. Двоим было отказано в признании права собственности, но это даже не лизинг, у них просто был транспорт по доверенностям. И что судья сказала? Я не буду признавать права собственности, пока мне не дадут сверху команды. То есть пока этого нет. Вот смотрите, я общался с депутатом Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по транспорту Бричак Михаил Васильевич. Буквально на две недели назад. И также две недели назад я общался с МВД Главного управления госавтоинспекции РФ, это Хомочкин такой есть. Вот я им объяснял ту же самую ситуацию. Вот они ее до сих пор тоже понять не могут. То есть и по судам, и по ГАИ, и по проблемам, и по фоксимильным печатям. И вы знаете, такое ощущение, как они вообще в другой планете. Нет, есть такие случаи. Я с вами согласна. Причем я говорю о массовости. Я уже получил номера. Но смотрите, все же. Если есть постановление, подписанное, мы знаем, Дмитрием Медведевым и у нас Константиновым, почему тогда возникают такие ситуации? То есть не доведено до исполнительных органов? У меня четко ко мне приходит доверитель. Говорит, я хочу сохранить естественное право собственности. Я, как законопослушный профессионал, есть нормативный документ. Я сразу говорю, идите в окошко, сдавайте документы и руководствуй системой. В окошке отказывают. 99% я с вами согласна, отказывают. Затем он идет к начальнику. Или же выезжаю я к начальнику. Проводится беседа на нормативных документах. Это не метод решения проблемы идти сразу к начальнику. Нет, четко есть постановление. Подписанная медведевна, которая четко не подписывается. Да. Вы, как адвокат, говорите, что есть прецеденты в Крыму, когда в таких ситуациях, как... Есть. Я закончу вопрос. Когда в таких ситуациях, как у меня, там платить... Мне проще поехать в Киев, но даже поездка в сторону в одну Киева дороже, чем я должен отдать этому банку. Потом вы вернете, если вам придется ее растаможить еще. Секунду, да. Так вот, секундочку. Если вернете. Так вот, вы говорите, есть прецеденты. У меня к вам, как адвокату, есть прямой вопрос. Вы готовы, чтобы я стал вашим клиентом и через суд создать этот прецедент, чтобы моя машина была моей, чтобы я был собственником? Вы готовы? Я готова. Вы беретесь, стопроцентно гарантируете. И последний вопрос. И сколько будет стоить мне эта услуга? Я хочу понимать. Знаете, чтобы вы понимали, я как адвокат Российской Федерации, член Международного Союза Адвокатов, я готова взять каждого человека, свой результат работы, сколько это будет стоить, какие затраты и сколько по времени, я могу лично сказать, изучив ваши документы. Почему? Нет, вот поймите, у вас ситуация всегда у всех одинаковая. Но, я сейчас объясню, не бывает одинаковых ситуаций. Услышьте меня. Мы поняли, мы услышали, спасибо. Артем Михайлович, ну вот, в свою очередь, украинские банки подают в суд и конфисковывают автомобили крымчан. Вот как это происходит? Вы знаете, так в основном, вот, скажем, из 10 случаев где-то, наверное, три отказа и украинским банкам взыскание этих средств, да, то есть, они автомобили не требуют, они требуют деньги. Вот. Если они выплачивают деньги, тогда они добиваются того, чтобы был конфискован автомобиль. Нет, тогда они обращаются в милицию и месяц полиции забирают его. Есть случаи кровинного рейдерства, то есть, они не идут правым путем. Вот президент все правильно сказал, он сказал, не хотят это самое, взыскивать с вас, катайтесь на здоровье, то есть, взыскивать это подать в суд Российской Федерации, понимаете, но эти лизинговые лизинговые компании украинские, они не признают Крым российским и поэтому для них официальное обращение в российский суд это что-то сверх их возможностей. Вот. Значит, что получается? Но, все-таки умудряются подавать, но... Но смотрите, существует же Минская конвенция 1993 года, которая выступила 1904 года, между государствами. Да, действительно, есть договор об оказании правовой помощи в гражданских семейных делах 1992 года между Россией и Украиной, но Украина этот договор не соблюдает в отношении Крыма. Но если Украина не соблюдает... Они пользуются в свою пользу, я так понимаю. Да, в свою пользу они пользуются. То есть, это самое... Россия исполняет этот договор, а Украина нет, понимаете? Вот в чем есть такая проблема. Да, но это такая правовая коллизия, которую нужно решать, потому что ведь как раз-таки получается, что если крымские суды исполняют эти решения по украинским постановлениям, да, о конфискации имущества, в том числе, и они, собственно, придерживаются буквы закона, я так понимаю, потому что существует эта международная сначала коллизию вот эту правовую как-то... Вот и есть правовая коллизия, понимаете? Мы как, значит, что делают эти лизинговые компании? Они на Украине заявляют об угоне, изготовляют техпаспорта, значит, раньше были зеленого цвета, сейчас там на Украине желтого цвета, вот. И потом с этими техпаспортами либо обращаются здесь в полицию и говорят, что... обращаются в Интерпол, значит, говорят, что у них эти автомобили угнали на территории Украины, Украины в конце 2014 года угнали это самое, здесь на Украине, это же не Украина, понятно, вот. И обращаются в Интерпол, но Интерпол, значит, эти документы не передает, потому что такое, как бы, это Интерпол не политическая организация, они не занимаются политикой, и они с этим вопросом перед Россией такие вопросы не ставят, вот. Но вот так получается, что вот на основании этих документов Интерпола, там, каких-то непонятных осуществляется там либо откровенный угон, либо постановка просто на штрафплощадку. У нас тут недавно были несколько случаев, сейчас порядка 15 автомобилей стоят на штрафплощадке, изъятые, и, значит, эти все... изъятые нашими исполнителями. Нет, полиции. Полиции. Исполнители ничего не делают. Вот Виктория более подробно расскажет. Да, можно, да. Пожалуйста. Так как я в основном... Я как раз сейчас хочу сказать по поводу еще раз ГИБДД. 9 тысяч человек, если в течение года каждый день мы будем находить индивидуальный, приходить на индивидуальный разговор с начальником ГИБДД, то это примерно 30 человек в день. Значит, ему некогда будет даже пообедать, я думаю, не говоря уже о том, чтобы заниматься другими делами. Правильно или нет? Дальше. За год к нам обратилось огромное количество людей, мы систематизировали эту информацию. Оказалось, что 7 идентичных случаев всего. 7. В каждом у нас в среднем где-то по 500, по 600 одинаковых папок. Одинаковые абсолютно мы сдаем в разные суды, допустим. Вот я занимаюсь конкретно судами, да, крымскими судами. Сдаем в суды из 10 ответов судов ориентировочно 8 в пользу украинских организаций и 2, и 2 в пользу крымчан по российскому законодательству, а остальные по украинскому. Например, 2. Мы подаем в суд арбитражный, потому что это перевозчики крупные, лизинговые компании, заключили договора и подаем, допустим, вот судья, говорю, арбитражный суд Республики Крым, мы подаем от юридического лица иск о признании права собственности за юридическим лицом, и судья, наша российская судья из арбитражного суда Российской Федерации в Крыму говорит, что отвечает ГИБДД еще, ГИБДД Российской Федерации по Республике Крым и говорит о том, что данные договора были заключены в Киеве, и поэтому местом исполнения договоров является Киев, и все это разрешается в Голосейском районном суде города Киева по месту регистрации резинкодателя, поэтому собрались и вместе с ГИБДД Российской Федерации в Киев в Голосейский суд. О чем думала судья? Второй вариант. Нет, ну пожалуйста, у меня очень много, конечно, всяких вариантов. Второй вариант. Задам вопрос сейчас, Игорь Александрович, скажите, вот почему нужно идти к начальнику ГИБДД, когда есть действующее постановление, и почему нельзя по-другому, почему оно как бы не исполняется? Вы знаете, я не могу ответить вам абсолютно конкретно, просто я тут вот сейчас по ситуации вижу, что тут очевидное какое-то противоречие идет действия судов, действия исполнительной власти. Нужно разбираться в этих случаях, если они классифицированы, систематизированы, нужно совместно с ними разбираться и решать вопрос, выходить с инициативами законодательными уже совместно с ГИБДД. Насколько я знаю, и вот я поддерживаю коллегу адвоката, ГИБДД такие машины регистрируют. Индивидуально решают, видите, а системно нет. Но опять-таки, опять-таки понятно, что невозможно... Я же поняла, индивидуально решают. Соглашусь тоже, что невозможно 9 тысяч или там 10 тысяч автомобилей решить каждый в индивидуальном порядке. Здесь нужна система. Есть постановление, может быть, должны быть какие-то инструкции, порядок переоформления таких автомобилей? Он существует или может быть его очень разработали? Есть, порядок существует, необходимо обращаться. Возможно, возможно, вот тут как раз это правовая коллизия относительно собственника и владельца, она играет какую-то такую роль именно вот в препятствовании регистрации таких машин. Либо тут есть, видите, разные вещи, юридические лица, есть физические лица, хотя, в принципе, постановлений нет такого разграничения на физических и юридических лиц. Они должны регистрироваться одинаково. Поэтому я думаю, что вот если, допустим, у людей есть такая возможность, это они могут, конечно, пойти к начальнику ГИБДД на прием, собрав эти документы в полном объеме. Но вообще эта проблема, очевидно, что ее нужно решать не вот такими походами, я думаю. Я так понимаю, что постановление, благодаря вот этому постановлению Российской Федерации, которое подписал Медведев, есть возможность, да, до 2018 года за эти три года разработать, может быть, какой-то порядок и как-то решить эти проблемы от этих 8 тысяч крымчан. Конечно. Позвольте все-таки и вам задать вопрос. Я согласна, что вот наши, можно я закончу сейчас? Да, я хочу. Наши зрители, у вас эмоции, я согласна, поверьте, начиная с 2014 года, как и все коллеги, я намучилась очень много, чтобы найти вариант решения. И вот вы правильно задали вопрос, вот это постановление, тысячи, миллионы таких случаев, а оно на страницу. На самом деле, оно ничего не рекомендирует. Вы правильно говорите. Его нужно на правительственном уровне, на нашем местном, вот наше даже больше было, больше интересы были затронуты. Вот с вами я согласен абсолютно, но правильно. Спасибо, мы поняли ваши. Поэтому здесь нужно, естественно, потому что 10, 20, 30, это очень мало, когда здесь сотни по систематизации. Но поверьте, они решаются. Только не нужно опускать руки. Я даже могу на ваш ответ, я знаю, я проведу реальный пример. Как человек поступил и защитил свое право собственности? У меня вопрос не к вам. Вот после слов мне хочется просто задать через телевизор вопрос начальнику ГИБДД города, Симферополя и также республики Крым. Почему, имея закон Российской Федерации, он пользуется украинской базой, на основании которой он не делает меня собственником моего автомобиля? Спасибо, Игорь Александрович. Может быть, благодаря вам нам удастся довести до руководящего состава Министерства внутренних дел, для того, чтобы эта проблема была решена. Так все-таки что за люди приезжают к нам в Крым и конфискуют автомобили, можно сказать, угоняют эти автомобили? Да, это как раз касается вот этой компании, она занимается прокатом автомобилей. Я хотела как раз сказать и привести в пример, арбитражный суд у нас принял к производству наконец-то, два раза нас Гаврилюка отправляла и потом он попал к другому суде этот иск и он принял его к производству по Топальске суде, не знаю, мы еще не видели, но сейчас скоро будет назначено. Хочу вам сказать очень-очень правильно, значит, огромная компания, имеющая большое количество автомобилей, взятых в лизинг, причем и эти автомобили, 35 из них уже выплачены, есть акты приема-передачи и акты и оплаты, но люди с Украины решили, что поменялся курс доллара, перезвонили этой компании и таким образом перезвонили этой компании и таким образом не могу объяснить вам, начали с ними торговаться. Хозяева не согласились, тогда они приехали сюда, написали заявление, позвонили по 102, написали заявление в Железнодорожный район города Симферополя в РУВД о том, что у них угнали автомобили и подъехала вся группа Железнодорожного района, первый автомобиль изъяли возле ресторана Селена, он был в прокате у человека, который вообще был не в курсе. Через неделю изъяли еще 6 автомобилей, прислали 6 эвакуаторов в Железнодорожный райотдел и на 6 эвакуаторов погрузили. 6 автомобилей мы все это снимали, потому что это ужасно. Автомобили, которые в лизинг были взяты? Да, они были взяты в лизинг, люди, которые приехали из Украины, привезли с собой дубликаты технических паспортов желтого цвета и заявление и справку Голосеевского райотдела места Киева Украины о том, что эти автомобили находятся в розыске и их угнали. Таким образом, когда мы подъехали к полиции, задали вопрос, на каком основании вы изымаете эти автомобили, они сказали, вот у нас есть справка Голосейская райотдела, тут написано, что их угнали в 15-м году на территории Автономной Республики Крым. Второй момент, мы подаем в суд на неправомерные действия полиции, Железнодорожного РУВД. В Железнодорожном суде точно так же, судья с Леско, не могу ничего сказать, я смеялась, просто умирала. Прочитал, что мы предоставили эту копию справки города Киева, и он написал, что действия полиции Железнодорожного района являются обоснованными в связи с тем, что судя по справке, представленной предприятием, эти автомашины находятся в угоне по справке Голосейского отдела города Киева. Мне кажется, что наши чиновники... Игорь Александрович, как, например, вы оцените вот именно данный конкретный случай, описанный Викторией Александровной? Это просто беспредел. Я, конечно, не могу не изучить документы, не посмотрев все эти вещи, как-то оценивать. Конечно, я с этим будем разбираться, мы с Викторией поработаем над этими документами, посмотрим. естественно, это все будет оценено и те рекомендации, которые будут даваться и руководству ГИБДД, и руководству МВД, они будут... Вот эти все рекомендации будут отражены в наших оценках и выводах. Еще один момент. Я уже доскажу эту проблему еще одну. У нас в арбитражном суде еще один случай, он прошел раньше. Джанкойское предприятие перевозчик автобусы. У них лизинговые автомобили, вначале у них хотели эти автобусы забрать. Вот так же, по такому принципу. Приехали с желтыми талонами, приехали в Джанкойское ГИБДД, сказали, что нас угнали, рядом у них было письмо сопроводительное за подписью Авакова, просим оказать содействие в изъятии угнанных автомобилей. Но Джанкойская... Джанкойская полиция прекрасно, увидев это все, они такие более между собой знакомы, вызвала начальник, вызвала этого директора АТП, посмеялись они над этим письмом и сказали, езжайте отсюда, езжайте. Тогда эта компания подала в арбитражный суд Автономной Республики Крым, у нас в городе Симферополе, на взыскание суммы, причем посчитала проценты в 20-ти кратном размере за период, пока их не было, за 2014 год, и увеличила сумму в 500 раз. Ну, я так смеюсь, конечно, но в 5 или в 10 раз. В итоге мы попали к суде Ильичеву, и я вам хочу сказать, что судья Ильичев вынес прекрасное решение. Именно то, о чем мы говорили у вас когда-то год назад. Положительное, значит, этой компании Эльмарк, он определил и установил, что учитывая наступление обстоятельств непреодолимой силы, последствия которых не устранены, суд приходит к выводу о том, что требования ИСА в заскании задолженности за период с 9.06.2014 по 9.11.2014 по договору лизинга и период по 15-й год, по февраль 15-го, а также начисление процентов необоснованное и отказал. Спасибо. Спасибо. Все-таки есть справедливость. Я предлагаю сейчас посмотреть мнение крымчан о том, как бороться с банками и мошенниками, которые незаконно отбирают машины. Давайте посмотрим. Спасибо. 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 Даже чисто с финансовой стороны ничего мы им не должны. Пускай она сначала вернут к крымчанам их вклады, а потом забирают машину. Если человек берет кредит в банке, он должен его отдать или нет? Это раз. Второе, многие пользуются этим моментом, не отдают. Реагировать, обращаться в какие-то органы, правительства, чтобы это все решали, на каком основании они продали, когда брали у страны. Мне кажется, в любом случае кредит нужно выплачивать, потому что дарить. Просто, наверное, российские банки должны, российским, не украинским, или украинским. Я считаю, что оно законно, потому что если ты взял в долг, надо его отдавать. Обратиться к каким-то компетентным людям, которые смогут посоветовать, как защитить свои права. В Украину пути закрыты, и для крымчан нет специального расчетного счета, поэтому никто не может оплатить свои счета. Я считаю, в данной ситуации необходимо прислушаться к совету Владимира Владимировича Путина и все оставить так, как есть. Нужно в этом случае, как и в любом другом, поступать по совести, Минская конвенция, к которой кое-кто ссылается из судов. И здесь, может быть, нужно разработать какой-то законопроект, который, скажем, прецедент с Крымом, он, можно сказать, случай с Крымом беспрецедентный. Может быть, нужно разработать какой-то законопроект, который бы регламентировал, вот как в таких ситуациях, как поступать в судам, Артем Михайлович? Вы знаете, не надо никаких законопроектов там и тому подобное. Нужно просто пользоваться российским законодательством. Российским законодательством. Да, мы в судах, я еще хотела вам сказать, что мы в судах часто, сегодня у нас тоже было пять заседаний, позавчера восемь. То есть мы постоянно в судах проверяем, смотрим по проектам. Вот парламентская газета сейчас как раз Государственная Дума Российской Федерации официально в заложниках у Незалежной вопрос этот муссирует постоянно. Она пишет про суды крымские и про проблемы в крымских судах. И председатель комитета, законотворческий орган, он конкретно говорит, что все, априори, кредитные договора на территории Республики Крым с украинскими банками прикрещены вследствие того, что Украина не признала Крым территорией Российской Федерации. Это, по-моему, исчерпывающий ответ. Пожалуйста, давайте. Владимир Владимирович. Да, Ткаченко Владимир. Я по поводу законопроектов. Вот законопроект, который был принят у нас в Крымской Думе, ну, Верховным Советом, к сожалению, не работал. Почему? Потому что, обращаясь в ГБДД, им отвечали, что есть главенство закона, что федеральный закон не подчиняется. Мы руководствуемся федеральным законом и отправляли всех. Сейчас принят этот закон, ну, 399-й, тоже он не во всех случаях работает. Анализируя, ну, люди, которые к нам приходят с лизингом, 80% примерно это именно приват-кредиты, приват, приват-лизинг, у которых максимальные печати. Всех их отправляют. И такое складывается впечатление, что, ну, это либо, ну, какие-то коррупционные моменты, что они хотят, ну, в ГАИ, либо это просто саботаж, который, есть прямой закон, по этому закону сказано, что нужно поставить на учет. И начинаются вот эти вот моменты. И получается, обычные люди вынуждены идти через адвокатов, через судов, тратить свои собственные деньги. Может просто выработать механизм, когда просто обычный смертный человек может прийти в ГБДД и просто спокойно получить свои документы. И еще один момент я хотел бы поднять. Не лизинговые, а кредитные машины. То есть с лизингом еще вот как-то постановление есть, оно работает, не работает, механизм выработается, может узаконят эти фоксимильные печати. Обычные кредитные автомобили. То есть я являюсь владельцем такого автомобиля, например, да, я не до конца рассчитался. Банки съехали. И сейчас на эти автомобили наложены аресты. Фонд защиты вкладчиков наложил аресты. И получается, я тоже становлюсь заложником Украины. То есть я не могу поехать в Украину погасить. В фонде защиты вкладчиков мне говорят, что приносите документы, что у вас кредит погашен. Люди едут в Украину, им говорят, несите деньги, но бумагу мы вам не дадим. С реестров мы снять не можем. Все это запрещено. И получается, что неизвестно, когда этот вопрос решится. В принципе, это благое дело, что наложили аресты, чтобы Украина не смогла что-то сделать с нашим имуществом, с квартирами, с автомобилем. Но в то же время ситуация, через 5 лет они там узаконятся, но через 5 лет уже машина потеряет свою ценность. И все 5 лет я вынужден буду переплачивать за страховку. Я не могу выехать в Россию. Я не могу. Я замкнутом круге в Крыму нахожусь. Спасибо. Будем надеяться благодаря нашей программе. Эта ситуация сдвинется с мертвой точки. А у нас есть первый звонок наших телезрителей. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если у меня кредит на машину, которую я брал еще в Украинском банке, можно сказать, завис, есть ли у меня возможность взять кредит сейчас в Российском банке? Спасибо за вопрос. Очередной кредит человек хочет взять, но при непогашенном кредите. Ну можно, я могу ответить. Конечно, могут взять. И, конечно, сейчас в общей базе данных людей, у которых непогашенный кредит, в России мы не находимся. Но есть еще такой момент, и так как у нас работает мало банков в Крыму в связи с санкциями, то некоторые банки пользуются, может, недостоверной информацией, может быть, нелегальной за счет работников, которые работали до этого в украинских банках. И они просто знают о том, что были кредиты, и каким-то образом начинают шантажировать. К нам много таких людей приходит прямо из банка. Мы ничего не можем здесь делать. Это вопрос времени, переходный период. Понятно. Ну и, наверное, на усмотрение банка, да? Готов он взять такого человека, кредитовать? Это все зависит от банка, от суммы, от кто просит кредит. И когда, вот я согласна, что очень много как бы шантажиров... Сколько по кредиту выплачено, да? Может быть, он только взял, а там ведь 95%. Да, вот у вас неплохо приятно, наверное, коллега сказала, они обычно говорят, у вас очень нехорошая кредитная история. Кредитная история. В этом случае я рекомендую... Покажите, подтвердите. Документально у них ничего нет, поверьте. И они начинают говорить по-другому, потому что это уже уголовно наказуемое деяние, когда они... Конечно, использование. Использование, да? Персональные данные. Откуда это персональные данные, откуда вы получили эту информацию, помимо того, это уже угрозы. Вот я рекомендую так. Я хотел бы спросить у этого телезрителя, который только что звонил. Украина ушла вместе со своими банками, со своими деньгами. Неужели вы опять в России хотите лезть в эту кабалу? Забирайте деньги и покупайте машину. Спасибо. Я напоминаю нашим телезрителям, что вы можете звонить нам по телефону 6207-63 прямо сейчас, задавать вопрос нашим гостям, а также не забывайте писать нам в группы Facebook и ВКонтакте, в социальных сетях и участвуйте в интерактивном голосовании. Мы продолжаем нашу программу. Кто и как защитит автовладельцев, которых выплатили сумасшедшие проценты по договору лизинга, а теперь остались без автомобиля. С какими еще проблемами сталкиваются крымчане при перерегистрации машин? Как быть с перерегистрацией автомобилей, купленных на Украине? Каким образом сейчас, не знаю, может быть, Игорь Александрович, вы знаете о том, насколько успешно проходит перерегистрация автомобилей, приобретенных в Украине, но не зарегистрированных в Крыму? То есть украинские автомобили, владельцы которых хотят получить российские номера. Вы имеете в виду, очевидно, те, которые были приобретены в момент, когда... Которые были приобретены на территории Украины с номерами Одесской области, Киевской и так далее. До референдума вы имеете в виду? До референдума, конечно. Есть две темы. Да, до или после. Подавильности или купли-продажи. Это разные. Да, это разные вещи. И разная процедура. Да, те, которые... Автомобили, те, которые сейчас еще продолжают ездить нашими дорогами и приобретенные до референдума, тут проблем никаких нету абсолютно. Не вижу и... Нет, но их не регистрируют, поверьте. Их не регистрируют. Ведь человеку нужно сняться с регистрации в той области, где автомобиль был зарегистрирован. Правильно я понимаю? Нет. На эту тему, нет, нет. Именно на эти автомобили распространяется это же постановление Дмитрия Медведева, номер 399, вступившее в силу 7 мая 2015 года. При наличии доверенности... Единственное, что регистрация должна пройти без ПТС. Но не регистрируют даже без ПТС. И потом дается 5 лет на узаканивание в суде для получения права в собственности. Ну такая же ситуация, да, понятно. Да, поэтому мы просим ГИБДД хотя бы без ПТС. Зарегистрируйте, чтобы они ездили на русских номерах. А потом уже обращайтесь к адвокатам, суды. Не регистрируют пока. Почему, Артем Михайлович? Мы два раза ходили на прием общественный, нас не приняли. Вот, Людмила Владимировна. Здесь я хочу еще акцентировать... Сейчас Денис начал говорить, да, пожалуйста. Сегодня перед эфиром, то есть, чтобы понимали, за этот год борьбы с правительством, чиновниками и ГИБДД, у меня собралось очень много машин. Это около 500. И вот сегодня перед эфиром я звонил, обзванивал частично людей с города Ялты, Севастополя, Симферополя и Джанкоя. Это вот... Из 12 обзвонивших двое поставили машины на учет, потому что у них чудесным образом были доверенности от Приватбанка, ввиду того, что при Украине нужно было выезжать на материковую Россию, поэтому нужно... Остальным отказали. Опять же повторюсь, что Севастополь начал работать, принимают документы. Буквально вчера был человек... В среду был со мной человек из Бахчисарая. Севастополь сдавал документы. И вот буквально вчера, по-моему, приехали из Джанкоя к нам в Севастополь тоже пытаться сдать документы. Симферополь, Ялта не работают. То есть вот буквально сегодня мне сказали о том, что ой, еще не пришло разъяснение, как объясняют ГИБДД. Ой, придите через неделю, придите через две недели. Но у меня информация такова, что буквально еще две недели назад по всей материковой России пришли разъяснения по всем ГИБДД. Это не только касается Крыма и города федерального значения Севастополя. Вот, поэтому, почему молчат, что разъяснения еще не пришли и придите через две недели, мы не понимаем. Вы знаете, я вам отвечу на этот, я уверен, что такая процедура начнется. И я думаю, что тут нужно понимать, и мы все прекрасно понимаем, что этот переходный период, он касается не только, например, перемены там рублей на гривны, но и умением людей работать в новых условиях, в том числе законодать. И желанием тоже. Или, понимаете, здесь еще и существует, вы все прекрасно это понимаем, что здесь существует еще и боязнь, что-то не так сделать неправильно, потому что люди еще не полностью еще подготовлены. Но опять же, этот процесс, этот процесс идет, и он будет идти, я вас уверяю. Есть моменты, что касается, я извиняюсь, что касается вот, вот этих всех нюансов, которые у вас есть, я предлагаю вам встретиться и получить ваши документы, которые у вас есть, чтобы можно было в них разобраться. Я вам могу сказать, что общественный совет это не руководство МВД или ГИБДД, мы всего лишь совещательный орган, но мы как раз и призваны для того, чтобы улучшать работу этих структур. Я уверяю вас, что мы возьмем эти документы, мы их изучим, вместе с вами разработаем рекомендации. Общественник, общественника поймет всегда. Да, и этот процесс, я уверен, будет двигаться, тем более, что и после этой передачи, которая поставила этот вопрос, и после нашей встречи и изучения этих документов. Я хочу сказать, что когда документы принимаются такого характера, да, фоксимильные печати, то есть в данный момент наши подразделения ГИБДД даже не несут ответственности. То есть вот эти документы принимаются, отправляются в Москву, как даже в моем случае, там одабривают, и ГАИ местная выдает номера. Ну так а в чем тогда проблема? Почему они не могут у людей просто принять эти документы тогда? Не хотят. Если даже они не несут за это ответственности. Боятся сделать что-то не так. То есть непрознаятно отправлять сразу в Москву. Плохо инструктируют рядовых сотрудников ГИБДД. Может быть, что нужно идти к начальнику. Скажите, пожалуйста, вот мы для того, чтобы вот так вот не мучить всех рядовых сотрудников ГИБДД, 9 июня, собрав и систематизировав весь материал, вдав пресс-конференцию, оповестив обо всем, включая Москву, правительство Российской Федерации, постоянного представителя президента в Крыму, начальника ГИБДД, получили ответы только от правительства Российской Федерации, от замначальника ГИБДД России, который вообще не понял, что здесь происходит. Я не понял, говорит, мы дали постановление, кто не регистрирует. Это первое. Получили ответы, в правительственной газете напечатали и показали эту проблему, еще что и гоняют, и еще что за Украину. И попросили, получили ответы от постоянного представителя президента Российской Федерации по Крымскому федеральному округу, но, к сожалению, ни одного ответа ни от начальника ГИБДД Борисенко, ни от министра МВД. К сожалению, есть официальные приемные дни, общественные. Общественный прием начальника ГИБДД. Раз в месяц. Людмила Владимировна, у нас член антикоррупционного комитета, пожалуйста, Новикова. Два раза официально записывалась, представлялась, объясняла, кто она, что она. Говорили, подъезжайте, мы подъезжаем вместе с ней, нет никого. Вам тоже не пришли. Но, слава Богу, общественники. Мы вас поздравляем. Анатолия Николаевна, к вам обращаются с проблемами этой регистрации автомобильной? Обращаются. Это очень тоже отдельная тема. Я согласна, что боятся. Но здесь, вот, по регистрации еще в ходе изучения и решения этих вопросов обратите внимание, что если первую машину вам по 399-м зарегистрируют, вернее, перерегистрируют, если у вас две машины и более, нет, боятся, нет разъяснений. Поэтому я предлагаю, боятся, да. Поэтому я предлагаю, вы, собственники, и я настаиваю, чтобы вы защищали свои права, помогите этим рядовым сотрудникам не бояться, помогите им в этой работе. Так мы предложили. Ну, они должны инструктировать и показывать им постановление. Это не должно так происходить. Реальный пример, реальный совет. Вот, Денис, у вас печати, да, вы столкнулись с печати. По Ксимиле, да. Да. Вот у меня тоже был такой, моего доверителя, случай. Он приходит, ему говорят, мы согласны им принять, только нам надо мокрой печати. Мы сидим, думаем, думаем, слушай, давай вопрос решаем так. Хотят идти на диалог, давай пойдем. Он выезжает, выговорит, да что, я в Киев поеду, я в Днепропетровск бы. Да не надо. Совет. Первое, ближайшее отделение этого банка на Украине. Вы потратите полдня, заходите, вам ставят мокрые печати. Человек получил паспорт. Это тяжело сделать? Тяжело. Ну, я не буду в эфире. Смотрите, мы немножечко решили даже работу ГАИ. То есть, я не юрист, у меня нет юридического образования, ГИБДД. Мы начали искать законы. Что такое фоксимильная печать, да? Фоксимильная печать, это статья 307, часть 2 Гражданского кодекса Украины, да? Все, есть у меня фоксимильная печать. Но в чем же проблема? Есть ФКЗ 6, статья 12, где говорится, действия документов, выданных государственными иными органами Украины, государственными иными органами Автономной Республики Крым, города Севастополя, без ограничения срока их действия, ну, являются действительными. То есть, есть у меня статья 307, есть ФКЗ 6, то есть, я могу со своими фоксимильными идти в ГАИ и решить проблему, да? Мне в ГАИ говорят, мы вызвали украинского юриста, и он нас проконсультировал, что у вас документы недействительные. Я об этом говорил в Москву, вот когда мы общались с Комочкиным. Его, собственно, интервью со мной было напечатано в этой российской газете, где он четко говорит, что я не понимаю, как вообще, что это такое, ну, кому интересно? Можно еще? Посмотрите, да, пожалуйста. Вообще-то я хочу сказать, что сама вот эта проблема, она оказалась больше, чем автомобили. Проблема в том, что, наверное, наши чиновники еще в Украине, а мы, как крымский народ, уже давно в России, и вместе с Россией мы уже живем в правом поле Российской Федерации. И сразу, обращаясь в Москву, минуя крымскую власть и минуя эти сроки, месяцами, решают все. За год постановления правительства, пожалуйста, под нас, несколько раз, сколько было встреч, Денис, скажи, и с министром транспорта Российской Федерации. Они сделали так, как мы таким. Единственное, они учли Фоксимилии опять. Но они этого и не хотели. Хотя мои документы есть во всех подразделениях правительства. Второй момент. Только мы обращаемся в Госдуму. Какие-то люди, какие-то депутаты, которых мы никогда не знали из Астрахани, за нас, за крымчат, носят законопроекты наши, ничего не делают. Они работают на Украину. Я, к сожалению, не могу понять, что они делают. Я диаголобили по решению о фиктивной справке из Киева, из Украины, что на территории автономной республики Крым, Украины, угнан в 15-м году автомобиль, и наша милиция, полиция вся изымает эти автомобили. А последний раз на прокат полковник какой-то из МВД, из Москвы был. Он в шоке был, он вышел, машины нет. Они подъехали, забрали, полиция Железнодорожного района, представляете? И увезли на штрафплощадку Бахчисара. И он говорит, у меня там документы, все. В шоку его нет. Что у вас тут творится? Вы в Украине или в России? Вроде как вы наши. Спасибо. Я знаю, что у нас есть еще вопросы за аудиторией. Александр Маковецкий столкнулся с проблемой автолизинга, насколько я понимаю. Здравствуйте. У меня просто проблема не по Украине, но немаловажная. То есть я приобрел автомобиль на ростовских номерах, переоформил его на себя 23 мая. 9 июня ко мне приезжают работники ГАИ, просят предоставить автомобиль к осмотру, я его показываю. Они говорят, ваш автомобиль с 3 июня находится в федеральном розыске. Вызывают полицию, изымают у меня автомобиль на штрафплощадку. И там же с этими работниками ГАИ был хозяин первоначальный, который брал автомобиль в лизинг в Москве, у которого якобы угнали этот автомобиль, то есть переоформили в Ростове, и я уже благополучно переоформил его на себя. И без моего ведома, то есть забрали этот автомобиль, угнали в Москву, а мне сейчас только приходят штрафы. С Ростова за превышение скорости, с Воронежа за превышение скорости. Когда я автомобилем не владею сейчас, то есть автомобиль зарегистрирован на меня, что мне делать в данной ситуации? Какие документы у вас на руках? Можно? Добрый день. Адвокат Смайль Александр. Я представитель Лея Исмаковецкого по данному вопросу. Ну вот крупным планом могу показать свидетельство о регистрации транспортного средства. Нет, это свидетельство о регистрации. Есть ПТС отдельно, просто у кого мы не посчитали, нужно брать его сегодня с собой. Значит, вот прошу крупным планом показать. Машину изъяли 6-го числа, 16-го числа пришел ему штраф. С электронного как бы. Ну вот постановление, собственно, это самая фотофиксация. С другой стороны, постановление вынесено должностным лицом по этому штрафу. Зашла такая ситуация, что после проведения, фактически было проведено следственное действие, была проведена выемка. И вот эти документы просто чудом удалось фотографировать моему доверителю. Как бы я не успел выехать на место. И копия протокола выемки не была вручена. Что самое страшное в этой ситуации, потому что получается, что неизвестно, в какой орган этот автомобиль убыл. Но судя по динамике, штраф это уже, кстати говоря, второй. Первый был штраф Воронежской области, а второй Срастов. Ну, как динамика автомобиля движением к городу Москве. Обратились мы, значит, по данному вопросу в Севроповский райотдел. Поскольку выемка проводилась на территории Севроповского района. Севроповский райотдел почему-то перекинул на железнодорожный райотдел, указывая о том, что поскольку находится железнодорожный район, находится на территории железнодорожного района, поэтому не нужно проводить там проверку по этому вопросу. Провели проверку, отказали возбуждение уголовного дела, ну, как бы ожидаемо, и указали о том, что данные, куда убыл автомобиль, являются тайной следствия. Однако стало известно, что в городе Москва проводится расследование, вот есть постановление В городе Москве проводится расследование по уголовному делу по факту, якобы, завладения машинским способом именно лизинговых автомобилей. То есть получилась такая ситуация, что автомобили были куплены у дилера лизинговой компании, лизинговые компании были переданы лизингополучателю, а лизингополучатель уже каким-то злоумышленным образом передал третьим лицам, которые завладели незаконно. Но самый главный вопрос. Мой доверитель автомобиль зарегистрировал в основном законопорядке в ГИБДД города Сиферополя. Эксперт автомобиля осматривал. Да, мы поняли. Игорь Александрович, может быть, вы прокомментируете, каким образом поможете этой ситуации? Я так понимаю, Александр является добросовестным владельцем. Я понял. Странная довольно-таки ситуация. Я вижу, что что-то подобное происходит. Вот мы сейчас обсуждали уже час, да, с украинскими автомобилями. Это, в принципе, то же самое, только уже с российскими автомобилями происходит. То есть, налицо проблема вот эта, которую наши гости высказали. Я не могу сказать, насколько это все правильно так, чтобы вообще это все, конечно, это все, вся регистрация, если она произведена, она, естественно, не должна была быть произведена вот в таких, в тех условиях, что вы описали. Я думаю, что вам нужно обращаться в таком случае, скорее всего, в суд по этим всем вопросам. И в суд на то, что вы зарегистрировали. Нет, мы сейчас про Россию говорим. Нет, про обращение. Есть один проблемный вопрос. Никаких проблем. Обратиться в суд, обратиться с защитой какой-то правительной органы. В каком порядке? Автомобиль был взят на основании протокола выемки. Был проведен осмотр с протоколом и выемка в рамках возбужденного уголовного дела в городе Москве. Мы подали ходатайство, конечно, признание потерпевшему моего доверителя. Но фактически он-то не потерпевшее лицо. Он законный, не владелец, а собственник транспортного средства. Он конечный владелец этого автомобиля. Не владелец, а собственник, я подчеркиваю. Еще более того, автомобиль выбыл из его ведения и владения, оставая, при этом он является собственником. А какие-то лица пользуются этим автомобилем и штрафы приходят ему. Понятно, спасибо. Вопрос, коллега. Уголовное дело, которое в Москве, оно закончилось, не закончилось. Нет, оно только возбуждено было 3 июня в городе Москве. По факту именно мошеннические действия. Нет, сейчас на русле. Мы подали ходатайство в порядке статьи 48, конечно. Но вы со мной согласны, я с вами согласна. Это грубейшее нарушение. Ваш доверитель является добросовестным собственником, потому что регистрация проводилась. То есть регистрационные действия ГИБДД при совершении регистрационных действий проверяет. А арест, кто собственник, обременение и так далее. Здесь, естественно, нужно его права защищать, как и в судебном, потому что он потерпевший. И автомобиль может проходить только как вещественным доказательством, когда уже уголовное дело, результат. У вас есть, наверное, обращение на правительственном уровне для этого беспредела. Процедурные вопросы, они не проблематичны сейчас для меня. Как для его представителя. Программатичный вопрос, его участие как лица в производстве. Понимаете? Походаться вы подали. Однако, вот уже прошло три недели. С Москвы мне не пришел ответ от следователя по этому вопросу. Поэтому возникает вопрос. На каком основании автомобиль выбыл из владения моего доверителя? Все. Понятно, спасибо. Я надеюсь, да, вы обязательно это выясните после нашего эфира. У нас, кстати, звонок очередной. Здравствуйте. Мне интересует какая проблема. Я приобрел в прошлом году, значит, в марте автомобиль на Украине, на украинских номерах и на украинском техпаспорте с рук. Вот. И пригнал в Крым. А теперь у меня возникла проблема, как переоформить. Потому что владелец, я не могу даже не дозвониться, который продавал на Украине. Вот. И вот как в таком случае быть с этими документами? Спасибо. Ну, понятен, да, вопрос. Приобрел автомобиль по техпаспорту. С собственником автомобиля нет связи. А есть, соответственно, его нужно как-то переоформлять. И продать он тоже, я так понимаю, не нужно. Ну, я так понимаю, он приобрел по доверенности. По доверенности, по-моему. Вот здесь есть. По доверенности. По доверенности. Ну, как происходит? На это распространяется. Дал техпаспорт, передал, ну, деньги отдал, ему дали техпаспорт автомобиля, человек уехал, да? То есть, как в таких случаях быть? Это законно абсолютно, да? Но, тем не менее, когда вот возникла такая ситуация, когда нужно переоформлять, то, чтобы переоформить, ему нужно найти, либо продать этот автомобиль, ему нужно найти собственника. Собственникам связи нет. Как быть в такой ситуации? В этой ситуации как раз и прописано. На это распространяется постановление правительства. В случае, если номера были выданы до 18 марта, допустим, это будут АН или Львовские, ну, любые украинские номера с других областей. А в случае, если свидетельство о регистрации, то есть, ну, как мы говорим, техпаспорт зелененького цвета до 18 марта. В случае, если он сам является гражданином Российской Федерации, получившим регистрацию на территории Республики Крым. И при наличии документах, подтверждающих полномочия на владение, то есть, доверенность, но если нет доверенности, договор лизинга, а теперь смотрим дальше, либо иной договор. Вот на основании этого иного договора, типа 10-дневного, о покупке. В принципе, никакого договора нет, просто есть техпаспорт и есть машина. А транспорт украинский или российский, непонятно, это первое. А второе, то, что я понял, он купил уже в 14-м году. Он сказал, что на Украине купил. После 18-го. В Украине сказал? Да, да. Но если это после 18-го года, то только через растаможку, если машина пересекла границу после 18-го марта? Или через суд признать право собственности на основании... Через суд, да, это индивидуально. А по доверенности легче, в этом случае ему легче через суд признать право собственности, если автомобиль был приобретен до 18-го марта 2014-го года. И суд обязан признать, потому что есть нормативный закон, который говорит, что он может быть признан право собственника. Доверенности, но это индивидуальный уже случай, как вы будете защищать? Нет, еще какие судья право собственности не признают? Да, какой судья? Человеческий фактор играет много. По доверенности, я нашла выход со своими коллегами, по доверенности. Если автомобиль был приобретен до 18-го марта 2014-го года по доверенности, здесь очень легко можно с помощью закона доверитель, да, он по доверенности ездит от третьего лица собственника. Если доверенность действующая, то он имеет право в интересах доверителя совершить договор купли-продажи, передать третьему лицу. Затем это третье лицо передает ему, и он признается собственником. Процедура проверена, и уже есть результат. Она проверена, но она очень долгая, потому что решение суда вступает в силу месяц. Ну поймите, наши законодатели... Судьи затягивают, назначают раз в два месяца... Коллега, поймите, наши законодатели, наши исполнительные органы, они тоже люди, и им нужно просто помочь найти правовой способ. Я не говорю, что он легкий. Вы знаете, у нас тоже история с автомобилем. Ведь когда в аэропорту изымал железнодорожный райотдел автомобилей, акт изъятия, уголовное дело, за счет того, что уголовное дело в Украине открыто было, так они забрали еще автомобиль с русскими номерами, гражданина России, и до сих пор ни ответа ни привета. Он где стоит, человек не знает. Уголовных дел нет. Без акта изъятия на руки, без. У нас вопрос пришел в социальных сетях, в фейсбуке. Василий Андреевич задает вопрос. Два года назад купил машину арестованную, но по конкурсу выиграл. В ГАИ отказались регистрировать. Кому обращаться с данной проблемой? Понятный. А непонятный вопрос, там много вопросов. Отказ, причина. Он выиграл торги два года назад. Но я также взял машину через конкурс. Если он на торгах, он стал собственником. Документы должны быть на руках. Я брал в лизинг, также машину через конкурс. Понятно, у нас по автолизингу есть... Еще раз, можно задать вопрос. Значит, если мы руководствуемся севастопольским сайтом ГИБДД, то здесь прописано, что да, он взял, да, может быть, где-то в каких-то старых базах данных, у них в ГИБДД остались данные, что она была в кредитной, правильно? Правильно. Таким образом, это все не распространяется сейчас на нас, на граждан Российской Федерации, на территории и правом поле Российской Федерации. Еще раз говорю, госавтоинспекция МВД России, Севастополь, автомототранспортные средства, находящиеся когда-то в аресте, находившиеся в Украине, регистрируются на общих основаниях без предоставления документов о снятии обременения. А что по этому поводу думают судебные приставы? Сегодня я нам удалось взять комментарии представителя ФССП. Давайте посмотрим. Любой человек, который приходит с какими-то претензиями гражданином по поводу автотранспорта, купленного им в литинг, должен подтвердить свои полномочия. В случае отсутствия надлежащих заверенных документов доверенности, либо полномочия, ну, наверное, самый идеальный выход – это вызов полиции. Человек должен понимать, что в настоящее время он проживает на территории Российской Федерации, и требования сотрудников любой службы украинского государства, ну, как минимум, наверное, подлежат обсуждению. Любые обязательства, которые имеют граждане Российской Федерации и наши крымчане, перед украинскими, наверное, банками, лизинговыми компаниями, будут, наверное, их выполнять в том случае, если представители украинских организаций всех этих пройдут оформление Минской Конвенции и всех международных договоров для того, чтобы исполнение решений иностранного суда было признано на территории Российской Федерации. После оформления Минской Конвенции решения украинских судов будут подлежать на исполнении, в принципе, на территории Российской Федерации. Это будет подтверждено определениями судов Российской Федерации. Конечно, через 10 лет, может быть, мы к этому гражданину и придем. Это коллизия двух законодательств и двух государств. Но в настоящее время Управление Федеральной службы по Республике Крым действует в рамках федерального закона об исполнительном производстве, который имеет свои требования к исполнительным документам, в связи с чем и кем они вынесены. Все, что касается исполнения судебных решений иностранных государств, здесь однозначно, что они все должны проходить международные договора, оформление Минской конвенции, признаваться теми документами, теми решениями, которые подлежат исполнению на территории Российской Федерации. Мы не можем к этим гражданам сейчас прийти с какими-то претензиями. У нас законных оснований для этого нет. Спасибо, Виктор Ильич, прокомментируете мнение Федеральной службы судебных приставов по этому поводу. Позвольте, наверное, может я. Да, Артем Михайлович. Действительно, у нас только Федеральная служба судебных приставов может прийти к кому-то и что-то у кого-то забрать. Значит, ни полиция, ни участковые, ни какие-то другие люди, только Федеральная служба судебных приставов на основании суда, вынесенного именем Российской Федерации. Только они. И вступивши в законы судебных. Понятно. Ну, собственно, мнение мы услышали, но почему-то ситуация не такая, как описывается. К сожалению, я же вам сказала, это проблема то, что мы уже давно в поле России, а где-то кто-то в Украине, потому что, ну, постоянные. Вот мы сейчас еще раз посмотрели. За год крымскими судами было взыскано порядка 160 украинскими банками, 165 миллионов, миллионов, это вот мы сейчас прочитали в прессе, долларов, если в долларовые эквиваленты. 15% из этой суммы ушло на военные действия в Донбассе. Как вы думаете, надо платить кредит в Украину или нет? 25 миллионов долларов. Да, здесь моральная сторона вопроса этого, да. Спасибо. Я думаю, что тут в данном случае не следует примешивать политику в этот вопрос. Как это не следует? Они не признают Крым Российской Федерацией? Нет, тут не в этом дело. В этом? Нет, не в этом дело. Я имею в виду, что мы здесь живем, мы живем по законам Российской Федерации, мы должны следовать этим законам и действовать по этим. Кто-то живет по законам украинских, да, и следует... Но в таком случае и общественность, и вышестоящие органы этих людей, они должны воздействовать для того, чтобы или научить, либо наказать, может быть, какие-то неправомерные действия, в том числе представителей закона. Вот и все, я думаю. Вот тут, если мы... Вы нам поможете? Конечно, мы вам поможем. Наказать поможете? Нет, мы поможем все сделать. Нам главное наказать, это МВД. Помочь людям? Главное помочь людям, чтобы они перегистрировали автомобили, Ну что, Александр, мы все поможем сделать, если это будет по закону. Пусть по закону делают по-российскому. У нас в нашей инициативе просьба, просьба, к сожалению, нам не ответил ни начальник ГИБДД, ни министр. Неукоснительно соблюдать законы Российской Федерации без, как они ссылаются, на Украину. Пожалуйста. Артем Михайлович. Знаете, я сейчас недели две подошел к человеку из Ялты, значит, ему отказали тоже в постановке на учет, значит, но он уже машину эту до 18 марта приобрел, она здесь находилась, он по доверенности. Значит, отказ был устным, и, значит, отказ на основании чего. Этот сотрудник ГИБДД, вот я людям как бы верю, то, что они рассказывают, значит, позвонил в Одессу, вот сейчас, вот неделю назад. Одесские номера. Кому-то, да, Одесские номера. Позвонил в Одессу и задал вопрос, что если там эта машина, там, ну, номера там или ВИН-код, вот, значит, и ему там по телефону тоже сказали, что якобы этой машины не числится в базе украинской, вот. Но вы понимаете, что... Автомобиль X6, чтобы вам было понятно, BMW. Понятно, что надо сказать в устной форме, что не числится, чтобы вывести его на другой разговор, вот и все. Ну, а все-таки непонятно, все-таки базами украинскими пользуются российские правоохранители или нет? Нет, они отправляют все запросы на Херсон. Непосредственно вот по лизингу, да и не только по лизингу. Почему на Херсон? Я не знаю, почему на Херсон. У меня машина с киевскими номерами, но мою машину пробивали через Херсон на угон. Ну, ближе всего к Крыму, лучше всего друг друга знают. Сдаешь документы и месяц люди ждут получения номеров, потому что угонялась на угон. Угонялась, не угонялась, пересекала, не пересекала. То есть таможня, больше всего говорят, что задерживает таможня ответ, пересекала, не пересекала. А все остальные ответы даются в Херсоне. Как в Херсоне можно давать ответ? Вы понимаете, дело в том, что мы, как крымчане, вследствие непризнания Украины, Крыма, территории Российской Федерации, ущемлены в правах. Если мы попадем в Украину, да, решить и защитить свои права, это проблемно. Я вам хочу сказать, у нас было много уже случаев. А здесь мы, значит, берем в Херсоне базы данных. Вы понимаете, что звонок в Херсон отсюда, как бы, да, это подразумевает ответную услугу? Конечно, тогда я с Херсона, когда надо что-то узнать здесь, будут звонить и узнавать? Так же? Интересно, что украинская милиция или кто там сейчас за них из Одессы, да, будет здесь узнавать, интересно? Это же ненормально. Это особо просим обратить внимание на это. Причем все документы были на украинском языке, которые я нечаянно, там, они ко мне внуки попали на минуту. Нам их прилагают, вот, я вам дам. Приложенные прям, распечатанные из Украины. Понятно. Наше время эфира скоро подойдет к концу, и хотелось бы, чтобы каждый еще успел высказаться. Денис, скажите, как бы вы, вот, на ваш взгляд, как должно развиваться событие, как крымчанам проще всего перерегистрировать автомобили, что должно произойти для того, чтобы все перерегистрировали автомобили без проблем и ездили, собственно, на российских номерах? Я, в первую очередь, хочу поблагодарить наше севастопольское ГИБДД, что они начали, конечно, с большим-большим скрипом, но работать и принимать уже лизинговые документы к рассмотрению. Ну, есть небольшие проблемы, я надеюсь, что мы их и дальше будем решать. То есть, я не остановлюсь на том, что я начал, и мы дальше будем продолжать решать эту проблему. Крымчанам хочу сказать, что берите ваши документы, берите, которые есть, и все-таки идите в ГАИ, не сидите, не смотрите форумы, не ждите, пока за вас кто-то что-то решит. Идите в ГАИ, сдавайте документы, требуйте, чтобы их принимали, они обязаны принять документы к рассмотрению. Наталья Николаевна, вот на ваш взгляд, какая основная все-таки проблема перед людьми? Проблема, потому что, прежде всего, как было сказано, и со мной все согласятся, на законодательном уровне этот вопрос практически не решен. Такой глобальный вопрос на одной страничке, но это ничего, когда вопросов миллион. Я согласна с коллегой, что не сидите, идите, защищайте свои права собственности. Если вы пришли в окошко, вам не приняли документы, пожалуйста, письменный ответ, по закону обязаны. Получите письменный ответ, вы увидите, что от вас хотят. Иногда, получив письменный ответ, оказывается, это можно решить, не выезжая ни на Украину, ни обращаться в суд. Но если же нельзя, есть суд. Добивайтесь защиты своего права собственности. Но не сидите, не ждите 1 января 2018 года. И не обвиняйте кого-то. Скажите, а проблема, собственно, с автолизингом касается только частных автовладельцев или больших компаний, где существуют какие-то автомобили? С автолизинговые компаниями. У них еще намного сложнее. У них еще намного сложнее. Они работать не имеют права даже от налогов. Перевозки, да, они не имеют права осуществлять пассажирские перевозки, грузоперевозки, потому что машина является иностранным государством. Их даже устраивает, если бы была регистрация по российскому законодательству. Это действительно глобальная проблема, которую нужно поднимать на самом высоком уровне и решать. На законодательном уровне Российской Федерации и субъекта Республики Крым и города Севастополя. Это нужно решать, потому что страница, ну это смешно. Эта страница, это уже к упрощенному порядку регистрация, это уже дополнение через год, потому что не решился вопрос конкретно вот этого лизинга. Да, и поэтому гражданам, жителям Республики Крым и города Симферополя у вас, естественно, такие эмоции. Потому что, чтобы добиться результата положительно, это очень много нервов. И работы нужно проделать. А зачем нервничать? Артем Михайлович, объединяйтесь все вместе. Ну о чем я это говорю? Как упрощить? Как упрощить? Вы знаете, я хотел бы обратиться просто к ответственным чиновникам за этот вопрос, к регистрационным органам ГИБДД, МРЭО. Значит, не бойтесь делать крымчанам добро. То есть, если есть какие-то спорные моменты, да, с этими фоксимилиетом или это самое, постановление, никто вас из-за вышестоящего руководства ругать не будет за это, за принятие этих фоксимильных приватовских печатей. Регистрируйте машины, пусть люди хотят быть гражданами российской, полноправными гражданами Российской Федерации. То есть, ездить на российских номерах, владеть собственностью, которая зарегистрирована в соответствии с Российским законодательством. Пать спокойно. Спасибо. Викторий Александрович. Тоже выражу благодарность ГИБДД города Севастополя. Мой совет крымчанам, кому нужно по срочному регистрироваться, приезжайте туда, я так поняла, Денис приглашает. Если что, мы дадим его номер телефона. Да, но я сейчас зарегистрировал территорию Республики Крым. Меня слезно просили этого не говорить. А руководство МВД и БДД Республики Крым просим брать пример. Севастополе очень слезно просили. Можно еще спросить? Да, просим брать пример с нашего флагмана Севастополя. А также, Игорь Александрович, я надеюсь, при помощи вас, как общественника и руководителя общественного совета, вы наконец-то организуйте нам встречи. Мы передадим наш опыт регистрации и нюансы, из-за которых не будет таких проблем. И если бы год назад прислушались к нашему вопросу, как прислушалась Министерство транспорта Российской Федерации и премьер-министр Медведев, то, наверное, мы бы решили этот вопрос очень давно. Игорь Александрович, я могу согласиться со всеми коллегами. Добро нужно делать всем. Единственное, хочу сказать, что есть такой постулат, не знаешь, как поступать, поступай по закону. Я считаю, что вот эта передача, этот разговор, люди, которые занимаются, эту проблему подняли. Я думаю, что правильно было сказано о том, что необходимо все-таки вникнуть в тенденции, какие есть в этих моментах, обобщить их. И, возможно, на основании этого разработать какие-то либо подзаконные акты, предложения для принятия их, может быть, на крымском уровне, может быть, это сделать и даже на федеральном уровне. Хотя, я думаю, крымского будет вполне достаточно. Мы вполне способны это все разработать. Да, есть постановление на федеральном уровне, да, разработать просто какие-то законные акты, которые регламентировали более подробные. Но на основании этого постановления, не расширяя, естественно, его не превышая свои полномочия, разработать некие, хотя бы даже методические рекомендации, как действовать тем работникам ГИБДД, чтобы они, наконец-то, начали творить добро. Спасибо большое. Вы хотели добавить? Я, собственно, последний вопрос у меня, может быть, даже к вам, чтобы вы ответили тем крымчанам, у которых большая беда. То есть есть такие люди, которым банк даже не давал договоров и актов приема-передачи. То есть выдали техпаспорт на машину, ну, при Украине там можно было. Вот мы не знаем, мы столкнулись с этой ситуацией, да, они в ГАИ приходят, у них просто ксероксы. По им делать? Вот этот вот момент. Я отвечу. Вот этот, конечно, момент, и люди сегодня смотрят и ждут какого-то ответа. Можно практику? Значит, смотрите, ГАИ отказывают. Такой же вариант. Есть по залоговым недвижимым. То есть приватбанк, как огромный системный банк, такое огромное количество выдавал кредитов, что печатать на бумаге их было сложно. Поэтому они переводили их в интернете, распечатывайте себе сами, возьмите техпаспорт и так далее. Значит, когда это коснулось вкладов, он защиты вкладчиков в суде признал любую ксерокопию. Есть это постановление у меня? Да, да, да. Признает такие ксерокопии фоксимиле и таким образом выполняет распоряжение президента по выдаче вкладов, конкретно по привату. Прошу ГИБДД точно так же. Будем надеяться, таких президентов будет больше. А они предложили мне это сделать. Зачем? Чтобы я инициировал постановление, чтобы я инициировал пойти в суд. В каждом официальном сайте каждого банка, например, приватбанк, у них есть свой официальный сайт. Мы не можем зайти туда. И там есть публичный договор. И обычно финансовый, любой кредитный договор, там первая фраза была, что он соглашается, брав там кредит или машину по финансовому, с публичным договором, который размещен на официальном сайте. Этого будет достаточно. И второй, это практический. А теперь теоретический, который стал практическим. Я хочу, чтобы вот услышали все-таки законодатели, как Российской Федерации, и субъект нашей, Республики Крым и города Севастополь, разграничить. Потому что вот взять нормативный документ, да, закон, и разграничить. Например, прежде всего, дать четкое разграничение, и что делать, как регистрировать. Например, у меня в практике очень много вопросов есть, когда вот по договору финансового лидинга он даже закрыт кредит. Есть справка с банка, что они к нему претензий не имеют. Однако, управление не регистрирует. Говорят, идите снимайте там с учета. Это один случай. Другой, то бишь четко разграничить. Спасибо, Виктория Александровна, согласны? Да, согласна, конечно. Хорошо, спасибо. У нас уже есть результаты интерактивного голосования. Я прошу показать на экране. Итак, что крымчанам делать с украинскими машинами? 70% голосовавших ответили, что признать собственность у крымчан. 26% – это рисканат до принятия соответствующих законов, и лишь 4% сказали, что вернуть на Украину. Голосовало, скажу, 3190 человек. Молодцы. Пусть не будет нерешаемых проблем для крымчан. Переходный период с его сложностями остается позади. Все проблемы одна за другой будут отходить. На второй план нужно только набраться терпения. Благодарим всех, кто пришел сегодня в нашу программу, наши гостей и нашу аудиторию. И напоминаю, что мы вернемся к вам ровно через месяц. Новый сезон стартует. Новый сезон ток-шоу «Народный вердикт» стартует 4 сентября. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова